Эй, всем привет из солнечной Калифорнии! С вами Евгений Сулейма, компания Автоназаказ. Я хотел бы вас поприветствовать в своей новой рубрике «Двухминутные мысли вслух» по вторникам. Как вы уже догадались, эта рубрика будет выходить по вторникам, и мы с вами будем рассуждать, рассматривать и отвечать на ваши вопросы, которые вы пишете под моими видео. Так что не стесняемся, пишите, задавайте вопросы, сами станете участником этой рубрики. Также будем с вами раскрывать какие-то новинки автомобильных новостей и, само собой, продолжать разговаривать на тему автомобилей из США. Так что, как говорится, премьера на YouTube, и мы начинаем! И свой первый выпуск мне хотелось посвятить новому автомобилю, который выйдет в 2021 году, это Ford Bronco. Ford пару недель назад сделал премьеру этого автомобиля, и продажи начнутся с весны 2021 года. Также пару недель назад я опубликовал пост в своем Instagram-канале, если вы еще не подписаны, кстати, подпишитесь на канал, я сделал там пост о выходе этого автомобиля. Но народ как-то не особо отреагировал, видимо, недопонимает, что сейчас происходит. А происходит следующее. Это очередной исторический момент для Ford. Последняя культовая модель Bronco была выпущена в 1996 году и была снята с производства. Спустя много лет Bronco возвращается и не с пустыми руками. Новый полудикий жеребец, а именно так переводится слово Bronco, не оставит равнодушным ни одного любителя внедорожных движух, любителей выехать в лес или к озеру, или даже на охоту. Автомобиль будет обладать всякими качествами и возможностями, чтобы покорять крутые склоны, каменистые рельефы, переезжать броды и утереть в нос своему главному конкуренту Jeep Wrangler. По 2020 год Jeep Wrangler лидировал по продажам в своем классе в США. Это тоже культовый автомобиль, дизайн которого не менялся много лет. А зачем его менять, если его и так покупали? По технологиям Wrangler тоже очень устарел. В базовой модели даже в 2020 году нет бесключевого доступа и стоит просто убогий экранчик в мультимедии, а извините меня, машина стоит почти 30 тысяч долларов. И вот Ford проанализировал рынок, сделал работу над ошибками Jeep'а и возродил свое новое старое тетище. Базовая модель будет также стартовать по 28 тысяч. Но уже будет иметь современные технологии, бесключевой доступ, кнопку старт-стоп, 8-дюймовый тачскрин мультимедиа с Apple CarPlay'ем. И конечно же будут дополнительные пакеты с ассортиментом дополнительных опций за дополнительную оплату. Максимальная комплектация будет достигать до 55 тысяч долларов США. Но это уже становится менее интересным. То есть это станет такой автомобиль дорогой игрушкой для людей с деньгами, которые не хотят заморачиваться самопалом, что-то строить, если можно купить все с завода. Бронко будет выпускаться в трех пузовах. Четырехдверный, двухдверный и младший брат Bronco Sport на базе Ford Escape. Как и у своего конкурента, на двух или четырехдверном Бронко можно снимать двери и крышу, чтобы полностью сливаться с природы. Но тут есть отличия с хорошо продуманным решением. Например, когда снимаете двери у Wrangler, то одновременно лишаетесь зеркал. На Бронко зеркала остаются на рамке лобового стекла. Также у Бронко есть специальное место в багажнике, куда вы можете складывать эти двери и крышу. У Wrangler такой опции нет. И не дай бог пойдет дождь, то вы останетесь мокрыми. Еще один из фактов, что это будет один из первых серийных автомобилей, на который с завода вы сможете заказать 35-дюймовые колеса. Другие опции это будет 30-30 дюймовая резина на 16-х, 17-х и 18-х дисках. Еще чем интересен этот автомобиль, то что вся линейка автомобилей укомплектована 2,3 моторами, эко-бустом. Таким образом, объем этого двигателя является идеальным для экспорта из США и для растаможки в других странах. Поэтому обязательно зайдите на Ford, я оставлю ссылку под этим видео, где вы можете зайти, посмотреть комплектацию и рассмотреть этот автомобиль. Это идеальный автомобиль для экспорта, тем более, что сейчас становится модным все эти покатушки оффроудные. Этот автомобиль явно заслуживает внимания. У самого автомобиля уже будет встроена карта трейлов, где вы можете записывать. То есть автомобиль еще оснащен камерами, вы можете записывать свои путешествия, делиться с друзьями. Организовываются клубы сейчас вокруг этого автомобиля. Уже сделали пару аппликейшн, пару приложений. Есть веб-сайт, где люди будут делиться своими впечатлениями, делиться картами оффроудинга, где они ездили. Будет 100% разговоры про аксессуары, как наворотить и что. То есть это создается сейчас огромная комьюнити вокруг этого автомобиля. В этом автомобиле даже специально установлен рейлинг на дэшборде, куда можно прицеплять разные видеокамеры, в том числе GoPro, где вы можете записывать свои внедорожные приключения. Одна из версий Bronco получит механическую коробку передач. Но и она будет иметь специальный режим скорапливания Crawl Mode, который позволит плавно спускаться, либо подниматься на крутые холмы. Так что считаю, что это будет очень интересный вариант для экспорта, особенно для людей, кто любит активный образ жизни и активные поездки на автомобиле. Ну а приобрести этот автомобиль, на данный момент я вижу только один способ. Его нужно будет покупать здесь, регистрировать, платить налоги и только затем, получая тайтл, можно будет ее экспортировать. Это та же самая ситуация, что была когда-то с Ford Raptor, все эти новые автомобили, невозможно сразу от дилера вывести. Поэтому наценка на автомобиль будет. Но вот, чтобы не пропустить очереди, сейчас Ford идет по тому же пути, как и Tesla. То есть они сделали предзаказы на своем веб-сайте, где можно положить 100 долларов, как депозит. Если у вас есть желание приобрести новый автомобиль, пишите нам, мы вам в этом поможем. В общем, ладно, все, буду заканчивать. Всех обнял. До новых встреч уже в конце недели в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok